Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире передача Мир Бэнди. Как-то проснулись мы утром, включили телевизор и увидели на экранах нас. Вначале мы удивились, но потом пришли с себя и решили все-таки провести передачу. Да, сегодня, как всегда, будет много, много чего интересного. Сегодня даже выйдет в свет рубрика «Компьютерный мозг». Так что смотрите, и вы не пожалеете. В одной из наших прошлых передач мы рассказывали о игре «Земляной червяк Джим». И сегодня вы узнаете о второй части этой игры на «Дэнди». Садясь за игру «Земляной червяк Джим 2», сразу же хочется сравнить ее с первой частью. Движения червяка стали более резкими, уровни более интересные и разнообразные. Если в первой части надо было много стрелять, так как врагов было большого количества, здесь стрелять надо намного меньше. Игра рассчитана на сообразительность. И чтобы пройти даже первый уровень, надо особенно избегать опасных бабулек с зонтами. В игре не очень много уровней, но каждый из них чем-то отличается. Тот же в костюме Саламандры плавает в двенадцатиперстной кишке, то летает верхом на своем космическом глайдере, а то и вовсе передвигается, используя свою голову как воздушный шар. Ну и, конечно же, бросается в глаза крутая для Дэнди графика и столь же круто звуковое сопровождение. В некоторых уровнях задействованы такие классические мелодии, как, например, танго или четырнадцатый фонат Бетховена. Также в игре есть уровни, в которых ваша задача — спасти маленьких щенков Питера, целосомого, которого надо было в первой части оберегать от неприятеля. И все эти похождения земляного червяка Джима из-за того, что подругу Джима, принцессу со странным именем, как ее имя, похитил все тот же коварный космический злодей Пси-ворон. Я уверен, что если вам понравилась первая часть этой игры, то вторая уж точно не пройдет мимо вашей приставки. Дэнди. Новая реальность. Итак, наступило время подвести итоги второй викторины. Правильных ответов оказалось чуть больше пятидесяти. Сейчас мы выведем победителя. Итак, выиграл Усипов Егор. Егор, я тебя поздравляю и предлагаю прийти в эту среду в ДКМ в 18.0 на чемпионат Дэнди. Там ты получишь грамоту победителя викторины. Владельцы шнурсибитной приставки Sega Mega Drive, особенно те, которые любят приключенческие бродилки, наверняка знают такую игру, как Vector Man. Так вот, сегодня речь пойдет о второй части этой замечательной игры. Традиционно мы считаем, что векторы — это простые линии на экране, соединяющие две точки. Но фирма Sega с военными играми перевернула это представление. Герой этой игры по имени Vector Man представляет из себя группу сфер и участков изверявленных поверхностей, которые даже не связаны между собой. Так что наш Vector Man наглядно демонстрирует нам серию фигур из высшей математики. Можно играть в игру и одновременно повышать свой образовательный уровень. В отличие от Vector Man 1, вторая часть этой игры намного превосходит ее как по графике, так и по разнообразию уровней. Улучшились задние фоны, и возможности у нашего героя прибавилось. Теперь, кроме старых превращений, Vector Man может без труда трансформироваться в скорпиона, в боевой танк, одевать роликовые танки и делать еще кучу других приемов, с помощью которых можно без труда укоротить противника. Ну ладно, начнем с самого начала. Vector Man после крутых разборок в первой части возвращался на своем космическом корабле на родную планету. Пролетая мимо гигантской планеты Альтаир, Vector Man был подбит неприятелем и упал на вражескую планету. И тут все приключения начались заново. Даже не рассчитывайте на легкость игры. Здесь вам уж точно предстоит помучиться в сложнейших уровнях, которые в буквальном смысле слова отличаются друг от друга. Так что поберегите жизни, а то их не хватит на борзов. Итак, уровень за уровнем, шариком за шариком, роликом за роликом. Вы пробираетесь до заветного конца, чего я вам и желаю. Всего чудесным образом отличается от фокса братьев. Привет! В эфире первый выпуск рубрики «Компьютерный мозг». И сегодня у нас в гостях первый гений – Дима Шафигуин. Дима, ты нам прислал огромное количество секретов. Скажи, ты все их сам открыл? Ну, в основном все эти секреты открыл я сам. И еще, меня заинтересовала секретная поля на шаг-фу. Как тебе получилось всего открыть? Ну, во-первых, это получилось совершенно случайно. После того, как я забил вуду, я нечаянно нажал на старт. У меня заиграла музыка, которую я раньше не слышал. И я попал в этот бонус-уровень. Посмотрите, пожалуйста, этот секрет. Небольшое спасибо за участие в нашей передаче. Может быть, еще увидимся. Но для всех тех, кто заинтересован участвовать в «Компьютерный мозг», советую поторопиться. Все вы, конечно же, знаете такой жанр, как квест. Так вот, игра «Ласт Эдем», о которой сейчас и пойдет речь, является лучшей в этом жанре. Итак, «Ласт Эдем. Затерянный рай». Дело, конечно же, было давным-давно. Когда материки нашей старушки имели совсем другие очертания. И по ним ходили, бегали, прыгали и ползали не только млекопитающие, но и динозавры. Когда люди, только-только народившись на свет, жили небольшими поселениями в различных уголках планеты. Кто правил тогда миром? Конечно же, самые сильные и огромные существа. Динозавры. Однако, далеко не все из них отличаются благоразумием. Например, были и такие гады, что однажды захотели править всей землей единолично и безраздельно. Естественно, их звали тираннозаврами. И вот, выбрав себе предводителя, который стал самый злобный и кровожадный динозавр, Моркус Рек, они начали захват территорий. Но вскоре человечеству был открыт секрет построения цитаделей, громадных сооружений, способных держать надежды любого стада динозавров. Увы, этот секрет был утерян. Со сменой правительства половина цитаделей была разрушена. Кроме великой цитаделемо, которая пережила смуту. В те времена правил король Грегор. Он растил в сена Адама и издал неизбежного конца от рук или лап Моркус Рекса. Унаследовавший от матери праздничествием и тайным, принц Адам помился в замке, пока не достиг своего совершеннолетия. В этот момент контроль на день передается в руки игроку. Вашей задачей является уничтожение Моркус Рекса и поиск кейса судьбы. В нем, как говорит Левенда, будущее динозавра. Но до всего этого очень и очень далеко. Для начала освоитесь управлением. Подергав крестовину, вы увидите на игре движущийся кубик. Это ваш курсор. С помощью него нужно передвигаться, брать различные вещи и разговаривать с людьми. Да и не только с ними. Не забывайте, в каком вы веке находитесь. Как всегда, в игре полным-полно различных логических задач. Типа, что-то у кого-то сделать, другого поменять, а третьего отдать. Но не нужно смущаться. Не такие они и сложные, чтобы вы смогли смутить компьютерного фаната. В игре полным-полно разговоров. Правда, на английском языке. Но без знания языка пройти ее тоже можно. Игра очень огромная. И мой вам совет. Записывайтесь почаще. Ну и что, странно для квестов можно и проиграть. В сложной ситуации всегда будет выход. Нужно только хорошенько подумать с головой. Помогать будут и динозавры. А северные друзья будут строить садели. Служить для вас транспортом и даже воевать за вас. Не нужно не заметить добротную графику и крутые компьютерные заставки. Все это и продает Ласт Эден невероятно интересным. и заставляет играть в нее снова и снова. Наконец-то забрались за приставочкой Sony PlayStation. И сегодня вы узнаете об игре, с которой начиналась история 8-битных боевиков. Конечно же, это Contra. Теперь на Sony PlayStation. Contra. В этой игры начинали играть самые первые игроки. В этой игре начинал играть и я. Эта игра имела множество фанатов. Вскоре Contra перенесли на более мощной приставке Sega Super Nintendo. И мы снова рубились, рубились и рубились в эту великолепную игру. И вот, воодушевленный успех своего детища, компания Fonami выпустила свой гир на Sony PlayStation. Итак, знакомьтесь. Contra. Legacy of War. Как говорится, Contra, оно и в Африке Contra. Вновь пришелся выстрелить на нашу планету. Теперь, они выбрали своей целью Америку. И после многих провал пролитных боев и захватили власть в стране. Армия не способна что-либо предпринять. И власти использовали последний жалко победу. Они вызвали секретный отряд специального назначения. Со времен первой части он в корне изменился. Теперь в отряде уже четверо совершенно новых героев. Таша, изопланетянка, прилетела вместе с основной армией на землю. Но вскоре поняла, что борется не за старание добра и вступила в ряды отряда. Бабба. Тоже наполненчанин. Его корабль разбился. Оснащенный супертехнологическим оружием он помешан на справедливости. Вступил опять к тому, что только там ему могут создать полные условия жизни на земной планете. CD-228. Робот, сделанный Рэем и оснащенный огромным количеством всевозможного оружия и мощной броней. Слушается только капитана. И, наконец, сам Рэй командир отряда. Именно вот он сколочил непобедимую команду и перво отправился на помощь родной стране. Итак, выбирайте понравившиеся героя и, как говорится, «Dead the Aerospace», что в переводе на наш родной язык означает «Смерть ошибкам космоса». После первых секунд игры сразу бросаются в глаза великолепные трехмерные графики и прекрасные звуковые эффекты. Слышен взрыв становится вдвойне приятнее от того, что взрываешься не ты. Хотя это устроить можно и без особых проблем. И игра получилась неимоверно сложной. Это вам не беднее, мои друзья. Кстати, от выбранного игрока зависит ваша скорость, реакция, прыжки и оружие. У каждого их пять. И все они поразительно отличаются друг от друга. И это еще не считая ракет. Сами эти ракеты не даются. Приходится поискать в секретных местах и проходах. Да, кстати, нельзя не заметить, что чувство юмора у программистов еще не изменилось. А как еще можно назвать то, что, забегая во втором уровне в беседку, вы видите несколько игровых автоматов, в которых, кстати, можно поиграть. Включив компьютер, вы с удивлением узнаете старые танчики. И больше всего прикалывает то, что выйдя из игрового зала, вы наступаетесь на целую толпу инопланетян, смотрящих, как играют. Кстати, оружие они с собой не захватили, о чем глубоко пожалеют на том свете. Пару слов о противниках. Это, конечно же, солдаты, всевозможные пушки, лазерные установки, водолазы, мутанты и прочая жизнь. Также и боссы. Правда, они не очень изменились. Остались такие же огромные и тупые. И можно смело сказать, что если вам не нравилась Контра на Денде, то теперь вы будете просто ее фанатом. И, как я уже сказал, Контра, она и в априке Контра, а у нас и подавно. А теперь трясонная рубрика Хелк. И сегодня секреты будут не только для надоевшего, я так думаю, Mortal Kombat 3 Ultimate, а и также будут для игры The M Park. Игра The M Park. В режим пароли введите код 8 ААА САА 9 9 9 9 9 Вы сможете выбрать любую территорию, но у вас будет бесконечное наличное. Фит подальте Скорпина вперед вверх-вверх А. Фит подальте Смока из второй части вперед вверх-вверх А. Фит подальте термака 4 раза Y C Ну вот наша передача подошла к концу. Напоследок традиционные три вопроса для Виктория. Так как в прошлый раз мы задали слишком мелькие вопросы, в этот раз мы решили их усложнить в раз в 300-400. Итак, вопрос первый. Сколько игроков в игре Killer Sting Gold на Nintendo 64? Перечислить их. Вопрос второй. Какую игру пародирует игра Panda Prince на приставке Дэнди, которая находится в доме Дэнди? И вопрос третий. У какого бойца в игре в Ресталмане самая слабая сила удара? Ну вот и все. Хотя постойте. 30 апреля в ДКМ 18.00 в среду состоится финал школьных соревнований. Если вы выиграли, не пропустите. А я пойду в Дон Дэнди играть в новые игры, которые сейчас недостаточно. Это точно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok